Театр, кино, мода, музыка. В каждом из этих направлений она преуспела. Успешно снимается, играет в Амхате имени Горького и для души поёт джаз. Первым её фильмом стал триллер-коллекционер режиссёра Юрия Грымова. Затем несколько лет она снималась вместе с Александром Абдуловым в сериале «Некст». Настоящий успех пришёл после выхода в свет политического детектива КГБ в Смокинге. А на съёмках фильма Ивана Дыховичного «Вдох-выдох» актрисе пришлось погружаться в воду в гидрокостюме. На её счету почти сотня картин и сериалов. Ей по плечу мелодрамы, триллеры, драмы и комедии. Она всегда открыта к экспериментам. И себя позиционирует человеком, который в своей жизни очень любит разрушать и начинать всё заново. Сегодня моя героиня – актриса театра и кино Екатерина Волкова. Катя, здравствуйте! Я страстно рада вас видеть. Вы прекрасны, от вас не оторвать глаз. Хотя вы стали за то время, что мы с вами не виделись, играть в театре. Правильно я понимаю? Да, мало того, что я стала бабушкой. А, бабушкой – это мы отдельно поговорим. Отдельно, я имею в виду. И спасибо вам за комплимент. Это очень приятно слышать. Бабушка, вы просто роскошная. Хочу я спросить про театр. Вы играете в МХТ Горького. Да. Причём играете два спектакля. Пока. Пока, да, бог даст, будет больше. Слушайте, это огромное помещение. Театр очень большой. Я его помню с детства. Нас туда водили именно в МХТ Горького на «Синюю птицу». Матерленко, знаменитый этот спектакль. Знаменитый этот спектакль. Совершенно верно. Вот сейчас что это за театр? Ну, я просто знаю, что некоторые театралы немножко так со скепсисом именно к имени Горького МХТ относятся и относились всегда. Сейчас произошёл полностью переворот. Я случайно туда попала. Во-первых, я всегда, знаете, палочка-выручалочка. То есть там одна актриса не справлялась с ролью Асидора Дункана на минуточку. И там ещё был Баяков руководителем художественным, который меня всячески не хотел, потому что у нас, ну, понятно, личные какие-то там, ну, в общем, отношения. И я, собственно, не хотела, потому что я не люблю, когда, например, художественный руководитель влезает в творческую постановку, ну, в творческую работу. Он пригласил Галину Полищук. Я считаю, конечно, огромное спасибо ему за это, потому что всё-таки талантов видеть тоже талант. Галину Полищук работала в Национальном театре в Риге. Она даже возглавляла, по-моему, этот театр. Ну, сменилась власть, как всегда, да, и её пребывание там стало невозможным. И, собственно, Баяков как раз её пригласил и предложил сделать постановку «Женщина Есенина» по книге, значит, Захара Прилепина «Обещая встречи впереди». Это такая вот биография, да, огромный вот такой том. Но Лена Исаева, прекрасный драматург, написала пьесу. Это второй уже спектакль, который имеет ошеломляющий успех именно в этом театре, который всё равно так вот потух немножко. Да, да, да. И потом это огромная сцена. Вот, я вот и говорю, он же огромный. Там огромная сцена, да. Сейчас после ремонта 1350 мест осталось. Огромная сцена с этой стороны, с этой стороны, с этой. Возможности сейчас тоже вот к нам пришёл новый директор Владимир Абрамович Кехман, который такой хозяйственник. Слава богу, не лезет в творчество, потому что мы были на грани. Знаете, это как вот мы подружились с Галей. Ну, то есть она сказала, да, это моя Асидора. С Галей Полищук. С Галей Полищук. Она сказала, всё, это моя Асидора. Асидора, да, и всё, начинаем работать. Мы выпускаем уже практически спектакль, и тут Байкова, значит, меняется власть, Байкова убирают, и Кехман закрывает все спектакли, которые были при Байкове. И мы год работы, у нас всё получается, у нас уже, как Галя говорит, всё, мурашки есть, значит, всё хорошо сыграла. Или она может прийти, она ходит на спектакли. И она такая, нет, Катя, всё не было, ну не дотянула ты. И меня это так, знаете, радует, потому что в этом мой профессиональный рост. Конечно, я понимаю прекрасно. То есть я всегда, для меня такая планка, знаете, как вот прыжки в высоту. Если она в зале, я знаю, что надо, у нас есть чёткий разбор, у нас всё по школе, она занимается постдраматическим театром. И вдруг, это смешная была история, мы на грани того, что нас закроют. Ну и у меня школа, где у меня сын учится вместе в одном классе с министром культуры. Ну, естественно, у нас родительский чат, а мы думаем, что делать, как спасти ситуацию, что же делать. И вдруг я говорю, ну мы же женщины, мы должны друг другу помочь. Ну и я написала, дико извиняюсь, Ольга Борисовна, вот мы тут год репетировали, у нас так получается, очень крутой спектакль. Ну и она мне прислала через 15 минут такой смайлик, типа блондинка такая, типа говорит, всё нормально. Вот, так вот родительский чат, начало-начало. Помог, да. Помог. И получился спектакль, который, собственно, сейчас идёт с аншлагами. У нас полностью вообще не бывает так, чтобы... Кать, ну поди сыграй Альсидору Дункан. Это целая эпоха, во-первых, да, то есть это женщина-эпоха. В принципе, такой персонаж, во-первых, исторический, она существовала на самом деле. Это не Василиса Прекрасная, которую как хочешь, так и играй, да, а которая на самом деле была, ну вот такой, какой была. Что вы делали для того, чтобы вы стали Альсидорой и Галя Полищук сказала, да, это моя Альсидора? Ну, во-первых, я играю на английском языке, да, я работала с коучем, там, всё, чтобы у нас американское произношение было. Я всё равно, по сути, революционерка. Ну, есть у меня этот дух. Я думаю, мы с Эдуардом Лимоновым сошлись на том, что вот мы всё равно хотим изменить мир. Это, да, ну, как это идеалисты в каком-то, может, даже чем-то панке, ну, я не знаю, в каком-то моменте. И нам нужна была Альсидора свободная. Всё равно это время, да, когда русские всё равно не были такие свободные, как американцы. Пришла она, выбрала его, да, а он там... А у нас всё равно он там показан, конечно, что он там пил, и как у него рождалась эта стихия, как он нуждался, цеплялся за женщин. Всё равно он из них, ну, питался. Да, конечно, питался, да. Ну, обычно это и бывает в жизни. Поэт, его муза, да, всё равно она его подкармливает, да. Самое сложное было танец. Да, вот именно. Потому что, ну, с другой стороны, Асидора Дункана не видела никто, как она танцевала. И мы посмотрели фильм «Танцовщица» с Галей прям вдвоём. Я говорю, слушай, вот такая сцена. Даже я буду, если Майя Плесецкая, которая, как известно, танцевала знаменитый танец Асидоры, ну, я, собственно, её даже смотрела. И я подумала, что я выстрою роль всю, в принципе, как танец. И она же революционерка в танце, она же основополагательница модерна, как бы, да, что не обязательно тянуть носок, а можно делать это по-другому, что ближе к природе. Она искала вдохновение греческой мифологии, да. Вот. И мы придумали вот это огромное там полотно, которое мы пробовали. Это смешно было, там, 55 метров ткани. У меня две такие огромные бамбуковые палки. И вот это начало... Вот как это... Хорошо, слава богу, я дирижёр хора. То есть я... Руки у меня могут отдельно, понимаете? Работать, да, 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 да. И ещё я крутила огни. То есть всё в жизни пригождается. То есть я умею вот это, ну, управлять этим воздухом. И тут нужно было... И вот на этой сцене, конечно, запоминающейся... Ну, если бы я танцевала так, там, как-то что-то... Мы там ставили сначала танцы. И потом мы выбрали... Вот она в красном сначала, потому что она же, конечно, полюбила революцию. Она поверила в это. И её вот этот рок, да, который я всегда думаю, как странно. Вот, ну, мы не будем уже там доказывать, повесили его. Или повесился. Ну, повесился. Он уже фактом повесился. И как через два года после его смерти она... Он её забрал, да. Мы в спектакле... Ещё я такая говорю, ну, как же мы без красного шарфика? Галя, она говорит, прекрати. Даже не говори мне это. Это пошло. Вообще нет у нас шарфика. У нас есть это красное полотно, потому что она... Сидора красная. Она говорила, что я красная, потому что я революция. И она сошла с ума, потому что она потеряла детей. Там случилась трагедия. И я думаю, женщина, которая потеряет детей, это уже страшная трагедия. Там водитель не справился со своим управлением, и машина упала в реку с няней и с двумя детьми. И никто не выжил. Она сошла с ума. Я считаю, что это только так. И она вдруг видит в Серёже Есенине своего сына Патрика. И это такая нездоровая любовь. По спектаклю очень... Я там три часа могу уснуть, потому что это такое дикое напряжение. Но это такое удовольствие, когда у тебя что-то получается. Кать, а вы репетировали на Бронной Вишнёвый сад Раневскую. И спектакль не вышел. Вышел. Я сыграла на папу, на маму и сыграла одну премьеру. И вы ушли. Знаете, непонятная ситуация. Я даже не поняла, что произошло. Никто мне чего толком не объяснил. Сначала меня Богомолов звал в труппу. Предложил мне сразу несколько ролей. В Гамлете в том числе. Там дело в том, что начинал один режиссёр. И был указан в афише. Но художественный руководитель, вот этот, как Богомолов Константин Юрьевич, он пришёл и просто всё переделал. И это происходило полгода на наших глазах. А мне уже жалко было уходить, потому что роль я уже, ну, как бы, знала. Но я уверена. На самом деле, просто это не мой театр. И, знаете, наверное, я слишком яркая лампа для этого театра. Потому что спектакль вообще не получился. Именно потому, что у нас есть сейчас такая вот история, когда художник, да, приглашают режиссёра, и вдруг потом приходит художественный руководитель и начинает вот так вот. Да, я понимаю. Нам Баяков так собирался приходить. И мы, вот что значит, сильная женская энергия. Потому что мы с Галей. Я говорю, Галя, если он придёт сейчас, будет мне сейчас мной тут репетировать, я уйду. Она говорит, я тоже уйду. Я говорю, если ты уйдёшь, я уйду. И представляете, он должен был прийти на репетицию. И вот всё это говорит, ну, это всё не Осидора, не Есенина. И в этот раз прибегают и говорят, всё, власть поменялась. Да-да-да-да-да. И нас это спасло. Как вам в репертуарном театре? А я не вступила в трупы, потому что я не имею возможности. И Кехман сказал, они будут тебя брать, чтобы не увольнять. Кехман – это художный руководитель? Нет, он не художный, он директор. А, он директор, директор, да, всё наоборот, да. Назначили главным режиссёром, я очень рада этому. А в театре я пока не имею возможности быть, потому что я увидела, что такое репертуарный театр. То есть тебя выписали на репетицию. Подпишись, распишись в явочном листе, всё. Но я же не собираюсь бросать кино. И я не могу. У меня есть обязательства перед сериалами «Скорая помощь». Там уже седьмой сезон, там «Рикошет» третий. Сейчас ещё будут какие-то проекты, сейчас как раз только начинаются. Понятно, мне интересно. Мы дальше начинаем на дне. Мне интересно с Галей безумно. Но, не знаю, но Кехман Владимир Абрамович предложил мне... Это очень интересно. Я 20 лет играла «Маргариту». Тут мне позвонил Стеклов, говорит, будешь у меня играть «Маргариту». «Маргариту». А Талдонина ушла, потому что на 50 мест зала. И вообще спектакль, конечно, очень классный был у нас. 25 лет вообще подумать. Да, сумасшедший. Студенческий спектакль. Ну всё, я переросла его. И звонит Стеклов Владимир Александрович. Говорит, Катя, вот мы сейчас делаем спектакль. Мастер мой говорит. Я говорю, да что ж такое? Опять. Опять этот... Не отпускает он вас в смысле булгаков. Да. Я написала, Владимир Абрамович, вот у меня ваш театр через дорогу. Не важно, что в трупе я, не в трупе. Я всё равно в каждую свободную минуту бегу к вам на репетицию, потому что мне это интересно. На зарплату я не прокормлю свою семью театральную. А какая вам разница? Я никого не подвожу никогда, поэтому я не иду в труп. Потому что я дико ответственный человек. А так я буду нервничать. Я им говорю, слушайте, а зачем мне идти куда-то? Если у вас есть этот же спектакль Великовича, только на большой сцене, да, ну как бы... Так давайте я у вас её буду играть. Ну, в общем, после последнего спектакля «Жди меня» он мне написал, что да, это с удовольствием, давай будешь ты у нас играть. Маргариту! Так что... Она такая вся горящая, она такая вся искрящая. У неё столько много разных в голове идей. И её нестандартное мышление по поводу музыки, то, что она пишет и то, что исполняется. Несколько лет назад она работала немножко в другом стиле. Вот кожаные куртки, вот кожаные брюки, вот это всё. Записан диск, у него назывался «Группа «Беспредел». Несколько композиций из этого альбома мы исполняем. Каждую музыкальную композицию она играет. Мало того, что она поёт, она ещё играет. Ну, молодец, просто вот так удержать зрителя на протяжении, там, двух-трёх часов концерта, это не каждому удаётся. И, в общем-то, песни такие, в общем-то, оригинальные и непростые. И в этих песнях много что идёт, скорее всего, у неё изнутри. О том, что она хочет донести до зрителя. Вот этот текст очень интересный, музыка такая очень своеобразная. И люди, во-первых, разных возрастов, начиная там от 15 лет, и они знают все её песни. И зал поёт хором. Хочу спросить про музыку. Вы же поёте и стихи сами пишете, правильно я говорю? Я говорю, да? Это тоже интерес? Или это такая насущная необходимость, без которой вы не можете? Я думаю, это скорее такая душина. Я в детстве мечтала быть Аллой Пугачёвой, я вам уже рассказывала. Маленькая Катя подбегала к телевизору, целовала его, когда там Пугачёва пела. Да, я просто на самом деле вот эти моменты тоже гастролировать. Я не имею возможности так, как там хотелось бы. Потому что музыка всё-таки во мне с детства, и это была моя мечта. И я всегда говорю, вот сегодня будет исполняться моя мечта быть певицей. И вот эти концерты, которые стали уже, ну, такие вот, на день рождения у меня было. И знаете, что произошло? Раньше как-то я... Ну, я к этому не то, что я не продвигаю вот что, свою музыку. Ну, я не занимаюсь там вот её куда-то пихнуть, куда-то ради, потому что у меня нет на это энергии, сил, потому что я занята в основном... Ну, я как киноактриса, да, существовала. Сейчас вот теперь и театральная. И театральная, да. А музыка, говорит, как секс, ей надо заниматься. Да, совершенно верно. То есть это тоже погружение. У меня некоторые есть, конечно... У меня есть хороший коллектив, вина такая чуть есть, то я мало музыкой занимаюсь. У меня есть программа с джазовым коллективом Владимира Агафуника, джаз-бэндом. Вот. И, ну, где-то три раза в год мы собираемся и играем. Хохотушкой всё время любила петь, потому что она закончила музыкальное училище, и она очень много пела всегда. И мы даже вместе с ней в новогодний час устраивали песни. Я играл на гитаре, она пела. Мы с ней партнёрствовали, играли в отрывках и самостоятельных, и педагогических. И она хулиганка была. Любила удивлять в отрывках. Она вообще человек эмоциональный и человек влюбляющийся. Она в этом смысле идёт очень часто не за разумом, а за сердцем. Она не изменилась. Вот это самое главное. Её содержание не зачерствело и не потемнело. Ну вот раньше, я могу сказать, что говорили, что вы любимая актриса моей бабушки, да? А сейчас у меня столько фанатов. Это так удивительно. Вы знаете, я не знаю, со всей страны. Я бедные родители, я не знаю. Они уже, ну, они, естественно, наверное, платят, билеты оплачивают, подарки, какие-то цветы бесконечные. И вот сейчас у меня, я кумир, вот этих 12 от, не знаю, от Каскальки. Там потому что мне присылали, как девочка ставит в детском садике, мои песни. И вот маленькие вот эти крошки засыпают. Я говорю, вот, значит, у меня какие-то фанаты. Да-да-да-да-да. И до уже 18-ти, вот недавно там 30-летняя девчонка приехала, услышала, что у меня нет инструмента, потому что я переехала на другую квартиру, я оставила, в общем, дочке всё. Думаю, ну, всё равно, внуку понадобится пианино, инструмент должен быть всегда в доме. Вот, и она говорит, я говорю, даже подобрать не на чем, хотя просто с песенку новую. Вот, и она мне подарила такую вот кассу, и говорит, можно вам вручить. Пришла около театра, служебный вход, и говорит, всё-таки классно, да, когда фанат не 15 лет фанату, а всё-таки 30, и она зарабатывает. Я говорю, конечно. Фрагмент сейчас мы посмотрим из сериала «Скорая помощь». Оля, эти бумажки никогда не закончатся. Может, тебе раскладушку сюда принести, а? Каждому всё равно не бывает, я тебя не вижу. Вчера два часа пришло. Чего я проснулся один? В семь была уже здесь. С этими бумажками по объединению надо разобраться. В министерстве же решили, что я прекрасный руководитель, надо соответствовать. Ну, ты знаешь, я тоже решил, что ты прекрасная жива. Значит, как соответствовать? Сегодня день рождения у Рая. Не могу думать ни о чём. Веню себя за то, что произошло. Ну, что ты могла сделать-то? Нанять охрану. У нас была охрана. Один человек мало. Давай взвод сюда, можно пригласим, пускай охраняют. Ну и пусть. Мне для моих людей ничего не жалко. Я с Костей сегодня бою. Как он? Держится. Вот вы и в многосерийных фильмах снимаетесь, и в кино. Вам где интересней, Кать? Кино сейчас очень мало, на самом деле. И мне кажется, стало невыгодно именно полные метры снимать. Конечно, выгодно сериалы снимать. Но все настолько насмотрелись хороших европейских сериалов, хороших американских сериалов. Снимают молодые, и это очень здорово. У них уже другое мышление, такое быстрее, да, всё вот как бы быстрее, проще. Я вообще не делаю разницы. Главное, чтобы мой персонаж менялся, чтобы он не был однозначным, потому что не бывает хороших, плохих людей. Не бывают женщины всегда красивые. Они утром просыпаются, они, ну, как бы, естественные, да. Особенно после сорока, грубо говоря, они могут и... Или после банкета тоже. Да, они могут себе позволить. И это нормально, это жизнь. Я всегда наблюдаю, да, я всегда какие-то образы, ну, ворую, как что называется. Знаете, потому что я же актриса. Я очень люблю характерность. Мне вот героине скучно там, ну, как бы, страдать, да, вот. Да-да-да, занималась заря. Да, ну, вот мне интереснее, конечно, когда есть юмор. А в скорой помощи нам вообще повезло. У нас очень крутой режиссер Богдан Дробязко, который всегда с удовольствием все твои находки. Все ты... Принимаю. О, давай я так, давай, о, прикольно. Пошути, пошути, чтобы это не было, ну, скучно. Все равно мы в жизни всегда с юмором и закрываемся, и спасаемся. Мне надевают часы, у меня такие золотые очки, значит, всю прическу, и я белый халатик, и я уже, понимаете, иду другим шагом. У Кати есть много чему поучиться, и в том числе тому, как она живет, и как это помогает ей быть все еще и лучше, и лучше в профессии. Потому что жить с открытым сердцем сегодня особенно, это такой великий труд. Катюшка, она идеал в этом плане. Есть на что равняться, и есть с чего брать пример и молодым артистам, и любым, в принципе. Этот человек, я не знаю, с чем ее еще сравнить, с каким горящим солнцем, летящим куда-то. Таких мало. Товарищей, друзей, скажем. Но я не завидую ни одному мужику, который рядом с ней. Я не представляю, кем надо быть, чтобы соответствовать. Нужны такие иметь амбиции мощные, чтобы именно соответствовать уровню Кати. Я понимаю, что во всех ситуациях Катя вытаскивает все на себе. Это не уважать нельзя, это можно только помогать по возможности, чем можешь. И всегда буду помогать, и Катя всегда будет у меня сниматься, это очевидно, это понятно. А при том, что это, конечно, еще благодать, когда ты Волкова снимаешь, ты получаешь просто подарок на площадке, у тебя чуть-чуть меньше проблем. Олег Фомин, с которого все началось, был фильм «КГБ в смокинге», вы там играли главную роль тоже, да? Вот что такое хороший режиссер для вас? То есть это человек, который что делает? Который дает мне свободу. Мы вместе направляем нашего героя. Потом он уже отпустит меня сначала, вот именно, что можно, до какой степени можно, да, там, ну, до какой степени нельзя. И, конечно, хороший режиссер очень любит своих артистов. А я только в любви работать могу, и я сразу раскрываюсь. Ну, как и всем, перестаешь бояться, что-то не так, да? Ой, ну, то, что в детстве я очень была таким замкнутым человеком и стеснительной, и все это мне... Все время я... Да, я каждый раз на сцену-то выхожу, вот это... Ну, думаешь, все, господи, зачем я пришла, зачем? Я такая нервная, я такая эмоциональная, зачем мне все это? Ну, и в тот момент случается вот это волшебство, когда получается, да? И когда тебя хвалят тоже, как детям, да? То есть вот свободу в творчестве, не то, что диктат. Я видела режиссеров, которые кидаются там мобильными телефонами, ну, это... Да-да-да-да, и орут нечеловеческими голосами, да, истерики устраивают. Хороший режиссер, это руководитель все равно, да, руководитель процесса, потому что все от... Хорошо, Кать, а партнер хороший, это какой? Который тебя всегда услышит, когда ты закончишь, и что я ему даю пинг-понг, вот этот, ну... Даю ему передачу хода, когда он слышит, как ты играешь, потому что я все равно... Изначально я музыкант, и я отношусь как к процитуре к сценарию, я все равно... Как я... Бывает, я не учусь, знаете, у меня бывают огромные тексты, я не могу сидеть. Ночью мне скучно, у меня ночью совершенно другие занятия, чем учить сценарий. Но я настолько уже... Тренинг актерский, это очень важно, потому что у меня один раз был сериал 40 серий, это было ужасно. Это на заводе ЗИЛ, где вот так вот запускали воздух, так сначала, а потом... А потом вот к вечеру уже ты падал в обморок, потому что эти лампы, это очень тяжело. Но с другой стороны, вот эти кипы текста, я всегда благодарна жизни за то, что мне он дает уроки, в которые я дальше, ну, расту, развиваю дальше. Я научилась, то есть я сижу на гриме, я научилась этой концентрации, суперконцентрации. Когда ты, ну, там, ничего не слышишь, ты просто, знаешь, так, и школа, естественно, по разбору, по мысли. Хороший актер, умный актер. А умный не станет просто так орать, да, лучше он побережет, и в каком-то моменте он выкрикнет. Вот, партнеры у меня замечательные, вы знаете, когда, конечно, вспоминаешь Сашу Абдулова, который меня вообще столько всему научил, говорит, Катю, говорит, 20 лет работаешь на имя, потом имя работает на тебя, американские гастроли, когда он меня там ставил, ну, практически на стул, там, говорит, на Бродвее, говорит, давай это, покажи им это, как петь надо русские романсы. Он там увел девушку какую-то, говорит, так, давай, Волкова. Вот, и, конечно, он, удивительно, как он, не выучив текст, он играл Чехова у Соловьёва, вот, о любви фильм, он параллельно снимался, по-моему, в трёх картинах, и ему надо было выучить огромный текст, и пришёл Саша, просто вот так попросил распечатать ему крупно, развесил один, два, три, четыре, пять, и он просто играл текст, ну, подсчитывая, как бы, да, у него здесь была третья точка. А он расскажет. Я понимаю. Ну, так я ему верю. Какая разница, чем это достигнуто, выучил он или не выучил? Не выучил, да, да. Игорь Скляр, один из ваших партнёров. Ой, боже. Партнёр как актриса, она мне очень нравится. Про Катю я могу сказать, что это ещё с тех пор, когда я её совсем молодой увидел в фильме, где она была коротко стриженная, такая, с тонкой шеей, с большими глазами. Но это всё идеалы в мужском представлении, той женской красоты, обаяния, содержания, которые с тобой, в общем, всю жизнь, которые потом воплощаются в близкой женщине, которая жена. Вот Катя, она, в ней есть один из тех образов, про которые я мог бы сказать, что это тот мой идеал женщины. Иногда партнёры по сцене и по кино бывают на короткое время, но очень близки тебе по-человечески. Это волнительно, содержательно, трогательно в каком-то смысле. Катя, она очень хороший партнёр, она очень внимательный человек, а мне это очень нравится. Меня поразила, у нас была сцена, где мы вместе под одеялом. И для неё это вообще никак, это не вопрос. Это не значит, что за углом ты к ней подошёл, Катя, мы с тобой уже под одеялом. Это ничего не значит. Для работы всё, для жизни ничего. Мне кажется, что она как раз вот из тех, кто, если он пришёл трудиться, то настроение оставьте за порогом. И это говорит о ней, как о человеке серьёзном, она подвержена работе, как главному занятию. Спасибо, так приятно, друзья. Катя, вот вы говорите, что для вас, в принципе, возможно только жизнь в любви, в работе, да, в отношениях там на площадке, в любви, в прямом смысле слова, с коллегами, да, с режиссёрами. Начиная от грима куда-то всё трассное. Тем не менее, у вас всё время какие-то очень сложные кавалеры. Что Лимонов, гений всея Руси, понимаете, да? Там ещё разные всякие сложные люди. Вот вы как с ними управлялись в смысле вот этой любви, Кать? Вы же такой цветок в пустыне. Помните, у Голсуорса есть такой роман? И тут эти дяденьки, ну, один всё время воюет, другой всё время дерётся, третий ещё что-то там делает. Я думаю, что это как-то тоже вот, это всё какая-то история такая психологическая, не знаю, то что, ну, это если читать по психологии, там, папа ушёл, она ищет папу, да, всегда, ну, как бы, немножко такую силу, да, такую мощь. Потом я достаточно рано начала Маргариту искать, я всё время думаю, я тоже мастер, да, в поисках мастера. Да-да-да, мастера, да-да, понимая прекрасно. И вот у меня сначала Баяков был мастер, который такой был пигмалион, да, я такая... Лепил, голотил. Лепил и заставлял читать мне мировую художественную культуру. Я очень благодарна, потому что я девочка из Тольятти, чуть-чуть приехала такая, ничего не понимаю вообще. И, конечно, у меня там пару раз осёк, так, ну, очень больно, очень жёстко. Но я нахожу ещё в себе силы, как бы, и считаю это правильным, быть благодарной за этот урок. Да, вот это у вас удивительное совершенно качество. Я бы не была той, кем я есть, если бы мне далось всё легко. И боли, которые я узнала, да, от мужчин, да, от любимых. Но я, как актриса, сейчас могу этим играть. Я знаю, что моя пауза будет, ну, такой, настоящей. Я не хочу компромиссов. И так получилось, ну, знаете, к актёрам, актрисам сложно вообще найти. Ну, такого же какого-то... Потому что я чувствую, что я большая какая-то. Почему даже некоторые скажут, слушай, как тебе идёт сцена МХАТа? Ты большая, высокая, у тебя голос. Да. И как-то это всё у меня уравновешивает, именно эта сцена. Вот. Ну, очень сложно. Многие актрисы одинокие и так и не нашли. А я недавно тут услышала у Алисы Фрэнклиффа тоже. Она говорит, сначала ты хочешь любви, потом статуса. Говорит, а потом, говорит, тебе нужен просто тот, с кем ты будешь сажать герань. И у меня вот именно, наверное, такое вот сейчас. Я не страдаю в отсутствии, как бы, любви. Да нет, это я всё понимаю. Пара, да? Именно почему такие мужчины? Ну, потому что с ними интересно, они умные были. Это правда. Я всегда у них чем-то училась, да? А Лимонов же это такое... Он же такой интеллигент был, тихий, домашний. Он писал себе. Ну, а как гениальный рассказчик, с таким тонким чувством юмора. Как он рассказывал? Это же можно было заслушаться. Как этим не очароваться? И первый год у нас такой был, когда мы прятались там по каким-то конспиративным квартирам. Это было так интересно. За нами следили в ФСБ. Видите, видите машину? А, она сейчас скрылась. Ну, как бы, это было как будто как кино. Как в кино, да-да. Потом это эти митинги, когда я думаю, так, сейчас припаркую машину, пойду посмотрю, что мой-то, о чём говорит-то. Чё там, да, он делает. Да, о чём говорит-то он. А он всегда говорит, так, ты не ходи на митинги, потому что в семье одного революционера вполне достаточно. Ну, я, а куда моё любопытство, дети? Я, конечно, там, как-то, так, платочек. Да-да, прикроюсь. У меня ещё лысая была. Ну, не лысый у меня такой был. Чижик. Да, я так думаю, так. И вдруг какой-то момент тогда меня говорит, Екатерина, когда его повязали. Я думаю, господи, мурашки идут так. Потому что, на самом деле, вот эти толпы, это очень большой адреналин. Страшно, но интересно. Кать, ну, вот смотрите, несмотря на весь революционный пыл, какой бы он там ни был, революционный, околореволюционный, вот эту молодость, да, всё равно вы всё тащите на своих плечах. Вы бесконечно снимаетесь, вы в театре сейчас играете, вы поёте, вы красотка неземная, да, и вообще фея, к поцелуям зовущая. Вам не приходит в голову себя жалеть? Приходит. Ну, я иногда схожу на массаж. Или куда-нибудь поплавать, спа, такая, думаю, нормально, уже пожалела. А дальше у меня начинается, у меня внутри движок есть такой, когда мне надо что-то сделать, поэтому я сажать люблю, вот цветы, да, деревья. Я понимаю, герань, герань, сажать герань. Да, я поэтому купила эту дачу, моя мечта была, что я туда поселила моих родителей, потому что я их объединила, они сначала сопротивлялись, мама уехала в Керчь, папа, значит, там, одному сложно, он после инсульта, вот. Но сейчас вроде как раз, и это мечта, что мы приезжаем на выходные или на каникулы с детьми, к родителям. И мы с мамой, значит, там, она, значит, говорит, давай, мам, я цветы выращиваю сейчас, рассаду, у меня стоят вот это розовое. Да, 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 ага, а у неё, значит, там, огурчики, помидорчики, перчики, в общем, у неё овощи. Кать, а внук, вы говорите, вы бабушка, это чей? Старшей дочери, ей 30 лет, Леры. Ну, и как-то у неё какой-то скоропостижный такой роман случился, и вот это всё случилось, и у неё же нету мужа. Но зато есть Тимофей, правильно я понимаю? Ну, вот и Тимофей родился, да. А вот ему сколько? Годик исполнился. Он какой? В Эквадоре они у меня уже второй месяц, у неё подруга там живёт детство, ну, с парнем, у них два дома, один на берегу океана. Мы маме ничего не искали, потому что она бы никогда не отпустила. Мама помогала с рождения, я-то снимаюсь, работаю, естественно, я там забегала. Понюхать пирожки, пощупать. Вот, и брала гулять, как есть только возможность, вот. Мама говорит, как мы скажем бабушке? Я говорю, не говори, она не поймёт. Она не поймёт, как это вы уедете куда-то на океан. Да, непонятно куда, 100 вёрст до небес. Ну, он молодец, 14 часов вообще не пикну, ничего, такой пацан-то тут вот. Вот, и сейчас я решила себя пожалеть и поеду на Кубу за дочерью с внуком. Поеду на недельку на витамин D. И тоже, конечно, у меня сейчас был вопрос, там, ну, взять ли мне младших детей? Как вы думаете? Ну, я, разумеется, понимаю, что взять. Конечно, я не могу подробно. Сначала я не хотела, но так. Да, понятно. Вы в комнате не убираетесь. Вот это бесконечно вынос тарелок. Да, 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 и чаша, да, из комнаты. Это конец света. То есть я, когда выхожу из комнаты сына младшего, да, я как продавец на базаре этого фарфора, да, то есть я несу во всех руках кружки, подмышкой тарелки, бутылки из-под этой воды. Причём почему-то такое впечатление, что он в пустыне живёт, потому что он пьёт эту воду просто какими-то куболитрами. У меня то же самое. Вот у меня то же самое. Абсолютно. А им сколько? 16. Особенно у меня вот 16-летнего, который компьютерный. Да, да, да. А это 14, Александрия. Но она так ещё более-менее. Ей нравится просто эстетство, чтобы чистенько было. Но всё равно я открыла книжную полку, а там тарелка из-за пятосов. Катя, я вас обожаю. Спасибо вам большое. Берите их с собой. Им тоже не вредно проветрить мозги. И можно передоверить Тимофею. По крайней мере, бегаю они за ним. Хотя бы няню, да, да, да. Пошла бы искупалась. Да, да, да. Быстрее, чем мы уже сейчас бегаем, понимаете? Я вам желаю бесконечной любви, чтобы вы в ней существовали. Любви в самом широком смысле слова, не в примитивном. Спасибо огромное. Чтобы вас любили партнёры, зрители, дети, внуки, директор. Директор особы. Режиссёр, драматурги. И чтобы вот это вот чувство в вас только множилось. Спасибо. Спасибо огромное. Так приятно. Екатерина обладает не только талантом актрисы, но и талантом быть матерью и женщиной. Я абсолютно уверена, что она ещё найдёт своё счастье. Екатерина просто создана для того, чтобы её любили. Субтитры создавал DimaTorzok